Служу я тут, в этом храме, с 1999 года. Уже так вот незаметно время пролетело, как 18 лет прошло с тех времен. И вначале, после того, как храм был открыт, а открыт он был в 1992 году при протерея Николая Формузюке. А после того, значит, было еще два священника тут служили. И вот в 1999 году по благословению архиерея был прислан в этот храм. Ну, конечно, в свою очередь мы делали тут и ремонт, и как-то поддерживали храм в надлежащем порядке. Но в нынешнее время достаточно тяжело это все, храм содержать своих средств. Средств прихожан, прихожане сельские, значит, не хватает для того, чтобы сделать действительно тот настоящий стоящий ремонт, чтобы сохранить это великое, великолепное здание, которое построено в 1834 году. Этот храм, Свято-Троицкий, построен в честь победы над Наполеоном в Великой Отечественной войне 1812 года. До этого, как обычно какое-то селение устраивалось, как создавалось селение, обычно всегда строился храм. До этого был храм деревянный. Но в знаменательное событие той победы решили построить каменный храм. И тут в нашем селе было два храма, до наших времен только сохранился один. Село это с названием «Золотое». Конечно, уникальное место на берегу Волги. И вот наш храм, Свято-Троицкий, он как бы начинает, встречает всех, если по Волге, именно первый храм, который находится в Саратовской метрополии. Сейчас у нас Балашовская епархия. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы этот храм снова обрел то благолепие, которое когда-то имел еще в те, в далекие времена. Потому что в селе, в царской России, вот по архивным данным, известно, что в селе было жителей около пяти с половиной тысяч. Сейчас, вот просто для сравнения, около двух тысяч жителей в селе Золотом. В этом храме, первый раз я в этот храм попал летом 2005 года. Мне очень сразу понравился этот храм. Во-первых, потому что он стоит на берегу Волги. Во-вторых, что... Такой прекрасный храм в селе. Это было неожиданно, ведь. Потому что в городе, когда мы бываем, там множество богатых украшенных храмов, больших храмов, а когда ты приезжаешь в село, то не ожидаешь, что ты увидишь такой великолепный храм. Ну и когда я попал первый раз в это село под красивым названием «Золотое», зашел в этот храм, и он сразу мне понравился. Сразу какое-то необыкновенное такое чувство было. Ну, я, например, приезжала сюда в 89-м году. Как раз начали храм делать. Тут вообще страшно было смотреть. Разрушен был храм. Не было у нас ни пола, ничего не было. Все это восстановилось с нуля. И все своими руками. Храм все-таки со временем разрушается. Это видно, к сожалению. И уже и сил не хватает у нас, у прихожан. Ну и, конечно, денег не хватает, чтобы как-то, даже вот на, хотя бы на каком-то должном уровне вот это вот содержать, уже нет, ни сил, ни денег. Хотелось бы, конечно, чтобы вот этот храм сохранился и для следующего, последующего поколения. Потому что село у нас большое, красивое. И Волга, ну, просто уникальное место. И храм, он, не знаю, благодатный. Потому что многие приходят и говорят, что здесь какое-то особое присутствие Бога чувствуют, наверное, потому что приезжают и крестить к нам из других городов. То есть даже вот в городе, наверное, как-то не так нравится, как вот наш храм. Таких храмов, как я слышала, всего на все пять в России. Пять храмов таких вот. И вот такая вот у нас, знаете, такая святыня и в таком селе. Понимаете, у нас люди все. Односельчаник тут такой. У нас, вы знаете, как живут в селе, может быть, вы еще и знаете, но мы живем в селе очень, ну, как сказать, скромно живем. У нас нету лишних денег, так, чтобы помочь, чтобы хотелось как-то, вот хочется, но нечем просто. Просто нечем. Вот вы говорите, зачем храм? Вот я живу напротив храма. Я бегаю прямо, можно сказать, через дорогу. Это когда заходишь в храм, вы знаете, такое чувство, вот, прям, я думаю, что это страх Божий. Вот заходишь, прям такой вот, прям, вот, даже не знаю, как это объяснить, такой, какой-то трепет такой вот. Вот, и я думаю, почему люди не ходят, почему вот они не понимают этого, что там, ну, там Бог, вот, там просто, знаете, хочется, чтобы детки ходили. И хочется, чтобы человек пришел, но, видимо, что там красиво. Не вот, не то, что вот, подошел, сказал, ой, там облуплено, там ободрано, там некрасиво. Как-то вот, и все как, вот говорят, ой, да у вас там ничего нету. У меня храм спас. Да, вот это точно так. У меня сложилось так, что у меня умер муж, и с его смертью я пришла в храм. Ну, вот, если бы я не ходила сюда, не молилась, то неизвестно, как бы это все у меня, будем говорить, наверное, бы уже все закончилось. Потому что было тяжело. Ну, вот сейчас я, как бы, живу. Пока еще не совсем уверена, но уже с Господом. Он рядом со мной, поэтому храм мне нужен. Знаете, у нас очень красивый храм, и многие приезжают и говорят, что вот здесь какое-то особенное такое место. Ну, всем нравится, и с Саратова приезжают, и с Красноармейска, и с Москвы тоже. Вот, и многие, кто раньше здесь жил, они помнят это, и помнят, какой он был разрушен, и какой сейчас его восстанавливают. Ну, знаете, вот, своими силами, конечно, мы не восстановим его. Вот, мы можем что-то такое поддержать чуть-чуть, вот, на каком-то таком минимальном уровне. То есть, ну, где-то цветочки посадить, чистоту навести. Ну, вот, допустим, такой вот капитальный ремонт, конечно, это не в наших силах. Нам нужна помощь. Помощь, ну, и кто может, вот, допустим, кому не безразлично, судьба нашего храма, ну, просим откликнуться. Хотелось бы попросить помощи неравнодушных людей, чтобы помогли нам в ремонте, в реставрации этого старинного храма, потому что без вашей помощи, конечно, мы сами это не сможем сделать. Продолжение следует...